Друзья, данный ролик предназначен для тех, кто недавно совсем подписался на наш канал и может быть по каким-то причинам не до конца понимает, что происходит. Я понимаю, что это видео может быть для кого-то не станет ничем новым, для кого-то эта информация совершенно будет понятна и бесполезна. Но в большинстве случаев люди подписываются на наш канал, проявляя именно конкретный живой интерес к ситуации. Именно для них здесь в этот раз я расскажу как, что и почему. Очень важно для тех, кто еще сомневается. Вообще это обращение имеет историю, на самом деле подобное обращение мы рассылаем всем нашим клиентам в обязательном порядке. Делаем это регулярно. Но по просьбам подписчиков я все-таки решил выложить серию подобных обращений, чтобы вы понимали, как мы взаимодействуем с нашими клиентами. Потому что для кого-то непонятно, что будет происходить, если он обратится к нам за юридической защитой. Ну вот один из сегментов нашей работы здесь четко конкретно освещен. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Я считаю, что для любого, и для человека опытного, и для человека уже распрощавшегося с предрассудками по поводу опасности кредитной зависимости, все равно будет полезно, интересно и актуально. Ну что, друзья мои, здравствуйте. На связи Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности. Очередное мое обращение к вам. Дорогие мои, в очередной раз я вышел на связь с вами для того, чтобы взбодрить вас, успокоить, в конце концов, придать уверенности и поделиться своими мыслями по поводу всего происходящего, того, что сейчас с вами происходит. Напомню, если кто забыл, мы с вами сейчас находимся в стадии цивилизованного конфликта с вашими кредиторами. То есть мы от вашего имени делаем то, что, в принципе, должны делать были вы, но делегировали эти, собственно говоря, полномочия нам. Поверьте, в очередной раз, да, сейчас обращаюсь к людям, кто на первом, на втором месяце обслуживания, у кого еще не дошло дело до суда, идет так называемая, собственно говоря, переписка, да, с банками. И на многих оказывается очень серьезное давление, неожиданное давление, особенно это касается тех людей, кто, скажем так, не был готов к такой ситуации, хотя мы всегда об этом говорили. Ну, я буду, скажем так, строгим в этом плане, скажу просто возьмите договор, почитайте, какие услуги мы оказываем. Неправильно думать, что мы будем у вас там около дверей ставить конвой, что мы оградим вас от посягательств уголовного характера. Это неверно. Но вы должны понимать, что все вот эти вот потуги ваших взыскателей, письма, угрозы, визиты к вам домой, звонки вашим родственникам, вам, это чистой воды уголовщина. 163-я статья. Это вымогательство. Дело в том, что вы ничего плохого не делаете. Да, вы взяли деньги. Да, вы теперь не можете их отдавать, потому что изменилась ситуация. Вы их ни у кого не украли. Вы должны понимать, что банк в первую очередь в своем лице вас обманул, подсунув вам вот этот договор или бумаги, называемые договором, воспользовавшись вашей юридической некомпетентностью. Здесь нечего стыдиться. И не нужно, как говорится, закрыв глаза, верить в те слова, которые говорят банкиры. Типа, раз подписал, то теперь почку продай, но плати. Неверно. Любой договор, не обязательно кредитный, может быть расторгнут в любом периоде действия данного конкретного договора. По многим причинам. И уж если этот договор вы, почитав его, распознали в нем пункты, противоречащие действующему законодательству, он должен быть расторгнут. Он не может быть расторгнут. Он должен быть расторгнут. И выполнять обязательства по этому договору нет смысла. Выглядит эта ситуация чисто к бытовому уровню примерно так. Вы взяли деньги и не отказываетесь их отдавать. Но, вы говорите банку, уважаемый банк, банкир, микрофинансовая организация, все что угодно, давай приведем в порядок договор, и после этого я буду оплачивать. Не хочешь? Окей. Я к тебе обратился письменно, как положено. Как положено по закону. Я не буду с тобой по-другому разговаривать. Это мое право. Право гражданина Российской Федерации. В договоре, в том, в этом, в который ты так сильно настаиваешь, чтобы я выполнял, так и написано, что мы все разногласия можем решать либо письменно, либо в суде. И мой выбор письменно и потом в суде. Если вы письменно не договорились, конечно же, мы идем потом все вместе в суд. От того, что к вам приходят ваши взыскатели, звонят вам, вам, вашим родственникам, у вас деньги от этого не появятся. Если у вас их нет, то у вас их нет. Я хочу спросить тех, кто нас засыпает письмами, возмущенными. Что вы делаете? Какие действия вы провели? А ну, представьте мне отчет, где, почему мне продолжают звонить, дорогие мои, и будут продолжать. И никогда мы это не скрывали от вас. Будет на вот такое давление, прессинг, он будет оставаться. Куда от него не деться? Банкиры изо всех сил пытаются вас вернуть обратно к себе под свое, скажем так, крыло. Но вы задумайтесь, задумайтесь, куда вы вернетесь? В бесконечные долги. Неужели вы до сих пор еще не поняли, это я сейчас обращаюсь к тем, кто, а вот изо всех сил, я так по-другому не назову ситуацию, рвется обратно. Мы вот вас выдернули из вашей зоны комфорта. Да, не удивляйтесь. Быть постоянно в долгах, думать о том, где бы взять денег, это была ваша зона комфорта. Раз вы в ней были. Ну, раз вы из нее вырвались, пожалуйста, закрепитесь в другой обстановке. Дайте себе труд задуматься. Не пытайтесь искать виноватых. Возьмите всю ответственность за происходящее на себя. А мы вам поможем. Вот такими вот обращениями еще раз повторяю. Ничего не происходит. Идет стандартное гражданское производство. И вы, дорогие мои, и все это и кутерьмы, я еще раз повторю, из всей этой кутерьмы единственная персона, которая действует по закону. А все остальные ведут себя вне правового поля. То есть, их поведение не распространяется в рамке правового поля. Это не что иное, как вымогательство. Попытки вас вернуть обратно. Больше того, ни одна секунда ваше общение с банком не была подтверждена каким-то законным действием. Начиная с того момента, как вы подписали тот самый ни к чему не годный договор. Или какие-то там бумажки. А многие из вас вообще ничего не подписывали. И теперь трясетесь от того, что вам что-то там говорят в трубку и пишут. Многие... Я такие абсурды слышал. Вы не представляете. Кто-то из вас может сейчас улыбнется, скажет, ну совсем уже ум за разум у людей заходит. Мне одна женщина предложила, спросила точнее, написала, может, у меня есть знакомые, они мне могут сделать свидетельство о смерти. Ну, липовое. Может быть, разослать от свидетельства по банкам? Так они меня заколебали. Эти банки. Это говорит человек, который уже там второй или третий месяц под нашей защитой. Мы просто стандартно шлем письма в банк. Их немного. Отзыв согласен на обработку персональных данных. Там запрос документов. Подготавливаем, собственно говоря, базу для подачи в суд. И если вдруг банк в первую очередь подаст, то у нас будет все готово. Нет. на нас тоже идут со стороны наших клиентов давление. Помогите, спасите. Что нам делать? Да не можем мы даже... Никто не сможет вас спасти, как вы утверждаете. Во-первых, спасать не от кого и не от чего. От вас самих только. Это да. Понимаете? Если против вас совершается уголовное преступление, а именно, как я уже сказал, вымогательство, никто за вас не напишет заявление в полицию. И не нужно доказывать в полиции, что вы там что-то с банком пытаетесь сделать, договориться, именно какие-то письма прикладывать, что вот у нас эти письма запрашивать. Нет. Заявление у вас в полиции обязаны принять. обязаны. Вот таким вот образом. А вы уже можете это заявление откопировать, то есть скопировать копию. Одно в полицию, а другое запечатать в конверт и отправить в адрес банка вашего оппонента. Или там в адрес коллекторов или еще куда-то. Но, еще раз должен хочу сказать, мы не сможем поставить конвой, мы не сможем поставить своего человека около каждой вашей квартиры, вашего дома, около ваших знакомых. Мы не сможем это сделать. Если вам стыдно, выбросьте это из головы, многие говорят, мне стыдно перед родственниками, работодателями, я еще раз повторю. Это предрассудки, это ошибочное чувство вины. Вы никому ничего не должны. Вы пытаетесь с банком договориться, вы не отказываетесь платить, но вы ему говорите со всей прямотой. Давай разберемся с договором, дорогой мой. Я буду тебе платить. Не хочешь менять условия договора, тогда я буду платить тебе ту сумму, которую считаю нужным. И доказывать я буду это, как гражданин законопослушный, только лишь в суде, раз с тобой не получается договориться. и потом уже через судебного пристава я буду платить не напрягаясь столько, сколько могу, а точнее хочу. А может быть вообще платить не буду. Вот так вы должны себя чувствовать. Перестаньте стесняться, перестаньте бояться, выдерните себя, как тот барон Мюнхгаузен из этого болота за волосы. Нет ничего волшебного в этом. Вот в этом случае вы это можете сделать. Мы за вас это не сделаем. Если мы начнем как-то консультировать вас, мы не психологи, мы только все испортим. Тот человек, запомните, кто не хочет нормально жить, он все равно вернется к банкам. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто нам пишет возмущенные письма и говорит, что мы не работаем. Мы специально не отвечаем на эти письма. Вот целенаправленно, не хотите, не надо, возвращайтесь в банки и платите им всю дорогу, всю вашу оставшуюся жизнь. У нас недостатка в клиентах нет, поверьте. Нет, у нас вообще недостатка в клиентах. Но я сейчас не пытаюсь быть строгим или шантажировать вас. Я взываю к вашему благоразумию. Включите голову и подумайте. Еще раз повторю, если бы мы были плохие, если бы мы вас обманывали, зачем бы банкиры так рьяно вас вытаскивали обратно? Не может вы подумаете, что они заботятся о вас? Ни в коем случае. Если бы мы были мошенники, банкиры бы спокойно, спокойно, преспокойно, подождали бы, подождали бы полгодика или то год, посмотрели бы на все это, а потом у вас обратно вы бы поняли, что мы мошенники, вернулись бы обратно к банкирам с такой шапкой долго, и они бы вас там разорвали на части. Нет. Банкиры, как только вы перестаете платить, а еще как только вы начинаете им показывать, что вы под юридической защитой, такое рвение проявляют. Если, допустим, вы просто допустили просрочки и не защищаетесь, они будут максимально лояльны, ждать потихонечку и все такое. Но заметьте, это уже по опыту, если банкиры вот увидели просрочку и тут же понимают, что человек под юридической защитой, если им сообщили об этом, все, там до такой степени меняется отношение, там с такой дикой, с таким диким остервенением они воспитаются обратно затащить. Да, что понимают, если еще чуть-чуть, вы уже больше не вернетесь к ним. И у них будет, собственно говоря, проигрышный вариант в вашем отношении. Так вот, я вам всем желаю выиграть в этой борьбе с банкирами, победить, в первую очередь себя победить, вытащить себя из той ситуации, в которой вас вот наша сущность житейская загнала. И перестаньте, пожалуйста, бояться, нервничать и переживать по любому поводу. Посмотрите на жизнь по-другому. Мы работаем, мы делаем то, что положено, то, что написано в договоре, который мы заключили с вами. И будем это делать, пока не переведем ситуацию к тому результату, который вы нам написали в письменном задании. Так и никак иначе. На связи был Кузнецов Дмитрий, Академия юридической грамотности. До свидания, всего хорошего, счастья вам, здоровья вам и вашим близким. Пока. Ну, что теперь подумают те, кто все-таки принял решение обратиться к нам за юридической защитой. Ребят, в описании видео есть все необходимые ссылки, переход на наш сайт. Обязательно, несмотря ни на что, даже если вы сильно уверены в своем решении, все же, перед тем, как оставлять заявочку на юридическую защиту, посмотрите видео на сайте. Это я всегда категорически рекомендую. Оно есть на сайте, также в аннотациях, которые выходят в конце этого ролика, тоже будет кликабельная аннотация, картинка с моей физиономией. Это прям напрямую на видео, которое рассказывает, как устроена работа кредитных юристов. Опять же, вы можете записаться на бесплатный вебинар, который в ближайшее время пройдет и уже на самом вебинаре может быть принять решение о том, что стоит ли вам делать этот шаг или не стоит, стоит ли вам наконец-то сбросить от этих оковы с плеч, скажу таким пампостным языком. Ну и группа ВКонтакте, для вашего внимания, пожалуйста, вступайте в группу ВКонтакте, там есть ссылочка, группа ВКонтакте регулярно пополняется и там очень много полезной информации всегда. Также вот это видео там выложено в самом главном, закреплено на самой главной части этой странички. Ну на этом все.